Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. С вами я, Радослав Леонсеевич, моя жена Беата. Для тех, кто нас не знает, ну, для всех, кто нас регулярно смотрит просто теплый добрый вечер, начинаем тему сегодня 80-20. Принцип. Иногда мы читаем об этом, что это закон или правило. Многие там уже, ну, некоторые догадались. Поретто. Это очень интересно и практично на самом деле правило или принцип. Закон тут я бы, конечно, поспорил, потому что если я правильно понимаю слово закон, оно не так подходит. Но мы сейчас увидите, о чем идет речь. Кому-то немного уже известно об этом, но другим может показаться это чем-то новым, интересным, полезным для тебя, да? А на самом деле, вот этот принцип 80-20, правило и принцип, закон Боретто, он очень важный для нас в жизни. Его применить можно во всех областях жизни. Он поднимает качество жизни, благодаря нему люди должны сегодня зарабатывать. Я, например, когда готовился к этой теме, я нашел высказывание одного специалиста, современного такого и бизнесмена, тренера, довольно опытный человек, который уже десятки лет работает. Он сказал, что многие привычные в бизнесе, в развитии вещи, типа там, видение своей компании, миссии, например, и так далее, цели, все это немножко устаревает, потому что мы живем в мире хаоса, трудно предвидеть будущее, в каком направлении пойти с различным компанией. Но на самом деле, что такое этот закон или правило, принцип Торетто? 80-20. Поретто. Мы сейчас об этом коротко скажем в теории, попробуем, как это можно применить на практике. Вот этот принцип, он оказывается самый важный сегодня в бизнесе, в компаниях, которые применяются, приносит он наибольшее количество результатов и наверняка сейчас вы тоже с этим согласитесь. Я еще раз всех приветствую, кто подключается, у нас есть уже около тридцати человек, мы начинаем. Беата коротко нам тоже прочитает такую Дефино, основную информацию об этом, которую мы можем найти в интернете, в энциклопедии. Уже? Да. Закон Паретто, оказывается, Паретто. Или принцип 80-20 вывел итальянский ученый Вольфредо Паретто, работавший в сфере социологии и экономики. Изучая распределение денег среди населения своей страны, он понял, что 20% людей владеют 80% капитала. Эти наблюдения он опубликовал в 1887 году. Позже выяснилось, что принцип работает не только в Италии, но и в других странах. А при дальнейшем изучении закономеренности другими учеными оказалось, что закон Паретто можно применять и в других областях психологии, политике, педагогике, бизнесе, управлении. Суть закона Паретто проста. 20% приложенных усилий приносят 80% результата. Закономерность работает и в обратную сторону. 80% усилий приводит к незначительной отдаче в 20%. Посмотрите, насколько это интересно. Давно уже было сделано наблюдение, тогда это была идеология, теория. Это было в 19 веке. Еще в Италии, да? А сегодня это уже называется закон, потому что несколько десяти лет были не просто деланы исследования, а так в 60-е, 70-е, 80-е годы многие большие компании, корпорации стали просто использовать вот этот принцип. Это уже называется закон, так что это что-то такое стабильное, проверенное, на что мы можем полагаться. Почему я не всегда говорю, что это закон? Мне больше нравится слово принцип, потому что не обязательно 80-20. Иногда бывает так, что 70% и 30, 10% и 90, или 1% и 99, но что имеется в виду, главное предложение там было объяснение, что 20% в среднем, вот посчитано, во везде вот этот принцип, 80-20, 20% усилий приносит 80% результата. Друзья, это во всех областях нашей жизни, представьте себе. Или наоборот, 80% усилий, только 20% результата. На самом деле здесь нужна наша мудрость, правильное решение, чтобы улучшить качество своей жизни, качество работы, времени, которое мы проводим, чем бы мы ни занимались. Даже я когда размышляю об этом, когда читал, это касается семейных отношений, дружеских отношений, конечно, финансов, бизнеса, и учебы, как мы учимся. То есть везде этот принцип имеет свое применение. Магнус, место, пожалуйста, иди на место. Например, получается так, что ну вот ситуации, которые были уже проверены, исследованы, разные ситуации жизни. Когда мы общаемся, хотим выучить новый язык. То есть определенно, что мы используем, то есть в каждом, ну, полский, русский язык, он там имеет около десяти тысячи слов. Но люди на практике используют только две тысячи. То есть 80%, 20% используют. Одна вот ситуация, да? Потом, как это можно использовать, это уже еще такой другой момент. Дальше. На работе то же самое. 20% наших усилий проносит 80% зарплаты. Бывает наоборот. То есть 80% можно работать. Есть такое вот, я вернусь к тому, что нас так учили с детства, сколько ты работаешь, столько и получаешь. Но в жизни такое не бывает. То есть хорошо это было бы, наверное, справедливым, но такое не бывает. Всегда получается 20% до 80%. Потому что есть управляющие. Понимаете? Получается по тому же принципу не только работа, мы еще посмотрим зарплаты. Деньги находятся у меньшинства. В некоторых государствах это 20% населения, это элита, которая управляет большинством страны. Это люди на каких-то должностях. Не отвлекайся. Не могу в сердце. Я сейчас иду. Принесли что-то вкусное ему. Получается в разных компаниях то же самое. Есть управление. Есть управление страной. 20% управляет всеми остальными. Массой людей, народа 80%. Если речь идет о финансах, то в мире даже считается, что 1% населения имеет столько денег, сколько имеет 99 остальных бедных людей. То есть это необязательно везде в буквальном смысле. 28%. Но в целом примерно вот так получается. Что касается тоже финансов. Что еще интересно вот нашел. Насчет преступности. 20% населения, то есть считается вот этих преступников, совершает 80% всех преступлений. ну, одна интересная информация. За что сидят все остальные? Ну, там есть еще тоже. Ну, вот я говорю о статистиках, и цифрах, и исследованиях, которые были проводимые, чтобы рассмотреть вот это правило в разных других областях жизни, как это имеет место на самом деле. в том числе. Потом 20% ученых совершает 80% изобречений по всему миру. То есть только 20% приносит эффективность. Вот 80% изобречений. Потом 20% покупателей. Если вы, например, торгуете, у вас есть магазин или владелец банка, то есть там тоже имеет этот принцип по ретто, свое из паретто. Паретто, хорошо. Имеет свое применение, где 20% клиентов, оно приносит 80% прибыли. Такие есть статистики. Что еще интересно? Например, одежда наша в нашем доме. Что? Из 100% одежды, которая находится у нас в наших шкафах, мы используем, одеваем только 20%. Кроме этого, человек, у нас есть жилплощадь, есть квартира, дом, квартира, скажем, да, мы используем 20% поверхности. 80% мы не торгаем. Кто-то скажет, а, это везде, не везде применимо и так далее. Конечно, мы говорим в средних подсчетах, потому что есть ситуации, где, например, на одну комнату есть там 3-5 человек, и такие крайности бывают. Но в нормальных условиях, скажем, когда есть семья на 2-3 комнаты, все равно у них есть определенный маршрут, который они используют. То есть, если можно, я немножко все-таки... Да. Ты можешь, пожалуйста, я буду очень рад. Потому что, ну, чтобы правильно тоже, как бы, понимали, потому что я себе тоже начинаю это немножко укладывать в голове сегодня, друзья, как мы это. Что 20% допустим одежды мы носим 80% времени нашего. Вот о чем тоже речь. То есть, 20% одежды, которая у нас есть в общем, мы используем за 80% времени нашего. Дополнимо мне очень качественно. Или 20% площади, жилплощади, мы используем именно в течение 80% времени. Вообще, я бы сказал, в нашей семье 20% оно, вот оно здесь. Да ладно. Конечно. Поэтому я сегодня губы красной помадой покрасила, чтобы как бы создавать впечатление, что я тоже участвую в беседе. Но без этого вы меня не слушали. Да ладно. Ну, еще интересный пример, потому что я лично, когда слушал все это и собирал информацию, мне было очень интересно, мне понравилось. Я стал думать, получается с одеждой, посмотрите, у нас много лишней одежды, мы можем ее или кому-то отдать, меньше покупать. То есть, мы можем осознать того, что у нас есть потребность в чем-то, можем пересмотреть свои потребности и не тратить деньги просто зря в пустую. Но я подумала тоже о чем-то другом, потому что бывает, например, одежда, которую мы не носим как бы все время, только в определенных случаях одеваем. У кого-то, допустим, это праздничный костюм. То есть, он не надевает этот костюм каждый день, а в определенных случаях. Поэтому это понятно, что это какая-то маленькая часть его одежды, которую он надевает только в определенное время. По-моему, он хочет в ванну. А остальное время он, например, ходит в другом. Да, но... Будешь без врачей? Да. Давай. Здесь есть такой момент, что без этих 80% не будет 20%. Например, на работе то же самое. Наша эффективность. Я могу вспомнить, вот... Я рассуждал просто... Я же люблю рассуждать на работе. Есть время иногда с сотрудниками, работодачами. У нас дружеские отношения были. Несколько лет последних, когда мы жили в Лондоне, я работал на разных встречных компаниях. Чаще всего. И... У меня было такое убеждение, что вот, ну, нельзя быть с утра до вечера полностью во всей внимании, концентрированным на своей работе. То есть человек не способен на это. Получается, 20% своего времени я могу делать максимально хорошо свою работу. То есть выделить внимание, концентрироваться и делать высокого качества работу. И на каждом виде рабочей. На строительстве тоже бывает так, что не все работы требуют такой максимальной аккуратности. И я иногда пытался объяснять, что мы, когда утром начинаем, мы должны распланировать, какие моменты потребуют максимального, скажем, такого внимания. Или их надо сразу с утра делать. Или иногда, постепенно, есть такие вот, в строительстве моменты. Мы крышу, я помню, делали, конструкции щен. Мы потом видим сам окончательный результат. Щена должна быть ровно, все промыли и так далее. А много то, что там внутри, оно может быть скрыто, спрятано. И на это так много внимания не должно уходить. То есть мы должны это сделать побыстрее, попроще. Не супер качество, потому что важен окончательный результат. Или я помню, мы однажды крышу делали с человеком, который, когда мы конструкции начинали, вот все, все параллельно, все ровненько, внимательно с утра. И это нам ушло, на это нам ушло 80% времени. Короче, был вечер, уже 7 вечера. Нам нужно это, черепицы окончательно укладывать. Домой уже хочется, и уже стресс, потому что чем оно становится. И мы начинаем, я вижу, халатно просто уже делать, крепить все это как-то так, что это даже если на первый взгляд оно будет некрасиво смотрится, а возможно даже оно будет и ненадежно сделано. Потому что явно за весь день было потрачено много внимания не на столь важные моменты. То есть я видел вот эти моменты наблюдения. Я пытался об этом разговаривать, и некоторые возмущались. Нет, надо качественно с самого начала до конца делать. Я понимаю, что есть такие ситуации на каждой работе. Ну, как раз, когда ты неровно что-то начнешь, потом понимаете, что вот оно и продолжается. Скажем, везде это выходит потом. Ну, есть такие моменты. Я бы сказала, качественно надо постоянно делать, просто с разной отдачей, чтобы уделить основное внимание самым важным вещам. Ну, хорошо. То есть не... Да, твои слова, Батка, всегда ценные, потому что я никогда, может, что не хватает, да, для разъяснения слов. Вообще то же самое общение, оно тоже так. Вы знаете, что можно говорить, говорить много, а есть люди, которые умеют 10-20 слов использовать и достигают цели. Ну, это вообще искусство. И тем более, что касается не просто... Да, это касается наверняка личного общения там с женой, семьей, когда мы хотим иметь друзей. Это очень важно. Улучшить качество своей речи. Улучшить несколько слов, но сказать их так и такие слова, чтобы они достигли своей цели, чтобы мы передали суть информации, чтобы иметь хорошее отношение. А есть люди, которые могут много говорить, но это не вызывает доверия, это раздражает, приводит к спорам. Можно час-два, мы слышим, человек общается с нами, а толку этого никакого нет. Это просто пустой спор. И сейчас то же самое, что касается работы. Во многих местах работы имеет огромную роль общение. Это общение с клиентами, работодачами, работниками, сотрудниками. Мы передаем информацию о том, что нужно и как сделать. И здесь, если мы правильно поймем, умеем передавать информацию. Мы достигаем хороших результатов. А кроме этого, не только в эффективности передачи фактов, а сама атмосфера еще. Умем ли мы так говорить, чтобы люди желали с нами иметь дело, работать, чтобы... На самом деле люди покупают, знаете, не товары, а продавца. Это доказано. И то, ну как, конечно внешний вид, это первое, что мы видим. Но потом мы разговариваем с продавцом и мы покупаем продавца. Например, были такие эксперименты сделаны, например, на рынке. Две женщины и, например, там, скажем, творог. Один и тот же источник. То есть он одинаковый. Товар одинаковый, скажем, и цена одинаковая. И сейчас у кого люди будут покупать? Или у кого вы купите? То есть подходят клиенты, покупают и у одной женщины, у второй. У одной потом получается больше заработка, чем у второй. Ну почему? Товар одинаковый, цена одинаковая. Люди покупают у продавца. Этот продавец больше понравился. Не знаю, внешним видом или самым обслуживанием, разговором, улыбкой. Так или иначе там доказано, что на товар, товар это одно, но с другой стороны люди реагируют на человека, который их обслуживает. Это услуга или товар. все равно есть этот человек, посредник, с которым мы имеем дело. Умение говорить, то есть совершенствовать свою речь, чтобы это не было просто так необдуманно, как привыкли. Это 80% того, что мы делаем по привычке, это 80%, которое приносит 20% результата. но чтобы мы было в нашей жизни все больше такого, что мы делаем 20% усилий, а это приносит 80% результата, это должно быть сознательное действие. Мы должны этому научиться. Это мудрость. Я бы не сказал хитрость, хотя хитрость тоже приятное слово. Для кого? Ну, еще она, понимаешь, не причиняет вреда, она просто, это мудрость, да, такая. О чем я еще, вот про авторов я читал, что 20% авторов книг пишет 80% книг на мировом рынке. Вот так. Что тут еще? Очень много из примеров, если можно, я вспомнила очень такой пример, который более в повседневной жизни может быть женщинам тоже понравится. Оказывается, что этот принцип тоже действует в отношении диеты. Или, скажем так, не только диета, а просто питания. Но чаще всего, когда мы садимся на какую-то диету с целью определенной, естественно, то нам хочется как можно быстрее получить результаты, поэтому мы стараемся ограничить семья во всем вредном, скажем так, сладком, мучном, жареном и так далее, и так далее, чтобы как можно быстрее получить результат. Только здоровую пищу, только какую-то определенного источника и так далее, и так далее. Слишком долго на этом, во-первых, не выдерживаем, а потом срываемся, потому что ограничиваем себя как раз вот в тех продуктах, которые вроде как запрещены. Оказывается, что если применить этот принцип и разрешить себе, даже, допустим, если кто-то там руководствуется принципом определенного количества калорий, то, допустим, тысячу пятьсот калорий в день, он выделит двадцать процентов этих калорий, для того, чтобы эти калории получить как раз с этой запрещенной пищей. То есть, то, что ему нравится. Да, то, что он очень любит, или, например, какое-то удовольствие получает, какой-то десерт или что-либо. Оказывается, что это приносит лучшие результаты, и человек быстрее получает результат желаемый, чем если себя ограничивать полностью во всех этих продуктах, тогда вот, к сожалению, получается обратный эффект. Или дольше нужно достигать вот того, что хотелось бы. Поэтому как раз этот принцип тоже, для меня это было открытие, работает именно в этой области. А также, например, это я думаю, что ты больше на этот счет знаешь, скажем так, профессионал, если речь идет о физических упражнениях, то есть, о тренировках. Тоже оказывается, чем больше отдачи мы или там усилий придаем самым главным упражнениям, тем больше эффект. Или, например, не имеет смысла часами заниматься какими-то кардио-тренировками. Если мы качественно выполним силовую тренировку, и меньше времени даже это займет, то на самом деле это принесет больше результата, чем очень долго, допустим, заниматься какой-то вот кардио-тренировкой. Это я тоже вычитала. И мне это понравилась идея, потому что на самом деле с меньшей отдачей времени, если мы конкретно, усиленно делаем какие-то определенные упражнения, то они приносят больше эффекта. То есть, 80% результата мы получаем от этого. И вот этого надо искать. Я пытаюсь, пока привожу примеры в подтверждение, что это правило или даже кому-то это закон, просто работает. Это научный факт. 20% усилий может приносить 80%. Еще нужно упомянуть, я не заметила, ты сказал об этом или нет, что это процентное соотношение может немножко меняться, варьировать. Да, да. Поэтому я говорю принцип. Закон это что-то такое резкое, что в буквальном смысле. А принцип, мы тогда понимаем. Но интересный момент, что я вычитала, что даже если мы варьируем вот это соотношение, то есть, допустим, 70% и 25% или там, не знаю, я сказал 70, 70 и 30, тогда получится, или 85-15, то все равно оказывается, я тоже прочитала, что со временем все равно это возвращается к этому соотношению 80-20. Потому что это в среднем, да. Поэтому на самом деле, я думаю, что многие уже, как говорилось, ученые исследовали этот вопрос. И это действительно так работает. Поэтому мы можем только находить подтверждение, если задумаемся, да, вот реально, как это работает, тогда мы увидим, что это на самом деле так. Сейчас, да, тут немножко репост еще. Сейчас в ситуации, ладно, еще ты про диету заговорила, я тоже размышлял об этом, потому что наше состояние здоровья у нас опять вот такая, 80% мира сегодня оно переедает, имеет проблему с лишним весом, а 20% населения голодает. Это отдельная проблема. Ну и поэтому... И не наоборот? Не 80%? Голодают? Да. Нет, нет, нет. Меньшинство. Даже их становится, ну, меньше уже, с года в год, чем раньше было там, в послевоенное время. Но все равно, есть группа, которая голодает, ну, одновременно, есть множество людей, у которых есть лишний вес, и, конечно, плохое здоровье, но и это не модно, не нравится, живочек мешает потом, инсульт, инфаркт и другие там. И сейчас... Вспомнила, извините. Я должна это сказать. Подожди, говорят, что усердие и труд, инфаркт и инсульт. Это тоже можно, наверное, применить к этому принципу. Извиняюсь. Хорошо. То есть, смотрите, два составляющие. То есть, везде нужно выбирать то, что приносит лучшие результаты. Вот смысл этого принципа. Думать, что приносит самые лучшие результаты, и этим в первую очередь заниматься. Вот так это должно быть. В целом, самым таким простым языком. И сейчас речь идет о наше, скажем, похудении, и женщине, и мужчине. То есть, даже говорится, что диета важнее, чем упражнения физические. Есть такие взгляды. Это правда? Хорошо. Что 80% успеха при похудении это правильное питание, это диета. И сейчас, да. То есть, мы берем эти два фактора. Первое – это диета, второе – физические упражнения. И из этих двух факторов, я бы хотел тоже обратить внимание на 20 и 80. Друзья, 20% усилий в питании, если вы просто перестанете кушать сахар, и там, где он добавил его добавляйте. Почему ты на меня посмотрел? Не люблю тебя. Все же, пока. Рахти смотрю. То есть, сахар в белом виде чистым. Я бы ставлял такой ролик, что на самом деле его 200 лет назад вообще в мире не было, никто его не производил, никто его не знал, организм наш не приспособен к сахару. Это такой слабый наркотик, его добавляют везде, даже в колбасу, в продукты вообще странные. Я бы сказала, что это очень сильный наркотик. Да, что в Coca-Cola добавляют даже соль, чтобы больше сахара помещилось. Можете представить себе? Ну конечно, я такую прочитал где-то там теорию, не могу, исследования я не проводил. Но зло употребляется сахаром, и сейчас мы привыкаем к нему, наш организм, и нам эти продукты нравятся. То есть, потребность постоянного расчета. Первое, что вот, если мы хотим похудеть, мы должны избавиться от сахара. Один продукт. То есть, мы иногда необязательно считать калории. Все это сложно. Какие продукты, какие можно, с какими совместно кушать. Есть много принципов, что касается питания. Но если мы сделаем вот этот один шаг, мы просто обращаем внимание на сахар в нашей жизни, и на всякие соки, на продукты, где он содержится в чистом таком виде, это принесет уже, по-моему, 80% большую часть результата. в диете, если мы лишимся вот этих сахара или таких пустых углеводов. Да? А что касается занятий спортом, то самое простое опять, то есть, самое эффективное мы должны делать. И не надо спортзалу, не надо тренера, не надо бицепс качать, чтобы похудеть, не надо этих там, чтобы кубики появились, каких-то специальных упражнений делать, поверьте, нет. Увеличить, нужно увеличить количество ходьбы пешком, потому что ногами, ножками нашими, мышцами ног, они самые крупные у нас, и мы сжигаем больше всего калорий, то есть, это самая крупная мышца, не переживайте, что ноги вам вырастут, это не так, они привыкли, каждый постоянно, мы ходим каждый день, работаем, они не увеличиваются, чтобы их накачать, то требуется специальные, профессиональные методы, усилия, чтобы женщина качала ноги, они будут очень красивыми, то есть, смотрите, чтобы похудеть, нужно больше ходить, просто на работу пешком, если это возможно, не на машине, не трамп, полчаса, сорок минут, час, пешком на работу, подниматься. Заниматься можно дома, было бы желание, подтверждаю. Я даже не говорю заниматься, пешком ходить на работу, поменять немножко наши привычки, да, подниматься вместо лифта, там, пешком, у нас мы тут один раз жили, там два месяца, или как, на 14 этаже, несколько раз поднимались, но 14 этаж пешком, классное упражнение, оно очень эффективное, поверьте, или велосипед, может быть, такой настоящий, или такой тренажер, который, он очень эффективный. Кстати, смотри, люди платят, допустим, деньги, за то, что пойти в спортзал, и есть вот эти треноверы, да, я даже удивилась, потому что я не видела, что когда ты идешь по ступенькам, да, вот постоянно ступеньки появляются, ты идешь, и вот у тебя, вот получается нагрузка на ноги, или вот как раз вот этот велосипед, или вот ходьба, да, вот что ты ходишь, то есть платят деньги за то, что реально могут сделать на улице, бесплатно на улице, в своем доме, или в доме, да, ходя по лестнице, но это больше, давай согласимся, что когда ты заплатил, это больше мотивирует, чем если тебе это бесплатно. Но все равно избавление жира зависит от этих тренажеров, на которых ноги мы там работаем, да, полчаса, час, ногами кручем, вот это, потому что вот на, когда мы бицепс качаем, другие там трицепс, мышцы, они маленькие, и, да, мы их формируем, но калорий мы сжигаем очень мало, и животик нам не уйдет от этого, что мы будем штангами что-то делать, нам так кажется, потому что нам это показывает, смотрим на это, и нам такое впечатление, что вот они все стройненькие, вот такие красивые фотографии, видеоролики мы смотрим, но раночь другая, то есть, чтобы у нас кубики появились, жир ушел, мышцы где-то были видны, что они там есть, нужно ногами, накрутить на тренажере. Я хочу сказать, что опять... А это бесплатно, если честно, да? Если вернемся к этому принципу 80-20, то повторюсь, что речь идет все-таки о питании, потому что, чтобы сбросить лишний жир, который накопился в нашем организме, нужно поменять питание. Тут как бы упражнения физические, они только поддерживают, потом уже эффект от того, что мы получили правильно питаясь, или соблюдая диету определенную. Так или иначе, и в одном, и в другом 20%. То есть, мы должны исследовать, что имеет самое сильное влияние, например, на похудение, какие самые эффективные упражнения, да? Какие самые важные принципы в питании. И сейчас я бы вот так подсказал. Друзья, у нас есть интернет, там можно задавать вопросы. Вы хотите, например, какой-то бизнес или работать. Самая эффективная работа, самый процветающий бизнес в наше время. То есть, мы в нашем городе, мы можем искать вот такие вопросы в интернете и вот так выберять. То есть, я узнал о том, что вот в нашем мире хаоса, современные вот эти специалисты от бизнеса, вот бизнес-тренеры, они обращали внимание, что вот этот принцип Парету 80-20, он важнее, чем все остальное. Не важно, как, потому что нужно быстро переключаться. Сегодня трудно предвидеть, что будет через год-два-пять. Есть люди, которые вам так утверждают, дают такие прогнозы развития экономики. Не надо им верить. На самом деле, есть много неожиданных ситуаций, которые невозможно предвидеть. То, что будет кризис, мы можем в целом угадывать. Но чем заниматься? Куда вкладывать деньги? Каким именно бизнесом заниматься? Это нам решать. И сейчас везде этот принцип нужен. Вот сейчас я подхожу к слову бизнес, то есть к нашей работе. Во-первых, смотрите, если мы даже будем работниками, работать будем на 8 часов, там 10 часов на работе, там для того, чтобы получать зарплату и нравиться, я уже сказал, на такой работе тоже нужно выбрать, просто увидеть, что у нас требует особого внимания, а где можно побыстрее что-то сделать. Если вы видите, что есть моменты, где требуют важные и можно их делать с самого начала, то делайте так, потому что с утра у нас энергии больше, сил больше, физических, эмоциональных больше. И по этому принципу, даже по жизни, то есть старайтесь всегда все звонки, все вот то, что важно, делать рано, утром 2 часа, чтобы вам это заело. Получается на любой работе 2-3, 1,5 часа, 2 часа приносят 80% результатов. Вот вашей зарплаты 20% работы, 80% зарплаты. Вы можете размышлять об этом принципе, то есть даже на часовой работе. Но что касается собственной какой-то работы или бизнеса, друзья, нам рекомендуется, и это правильно, я не умею раньше тоже, откладывать немного денег. Кто-то скажет, мы же так живем от зарплаты к зарплате. Это не так. Всегда можно. Если даже очень трудно, пусть будет немного, пусть это будет 10% нашей зарплаты. Пусть будет 5. Пусть 5. Главное иметь привычку и научиться это делать. И поверьте, что вот ваше процветание зависит не от 80 дней. У вас зарплата, скажем, не знаю, 1000 долларов или 10. Ой, ну ты загнул. Да, загнул. Сколько бы ни было, то есть ваше процветание зависит от этих 20%, которые вы откладываете. когда вы начинаете откладывать на практике. Я помню, когда я работал, мы переехали ни с чем. Вот в этот наш Лондон. Я работал на стройке как помощник, потому что что? Я просто с голыми руками пришел. Я там чему-то научился более-менее работать со временем. И была работа, где мне сказали, вот если у тебя будут свои инструменты, будет зарплаты столько. Я потрачил на инструменты какой-то набор в одном боксе все минимальные необходимые вот это количество инструментов я приобрел, потрачил и потом кое-что покупал еще. То есть зарплаты. И у меня зарплата она выросла. Это быстро окупилось на самом деле. То есть работник со своими инструментами, которые приходят, его зарплата она уже выше. Он уже как мастер считается, не просто помощник с пустыми рынками. Но для этого нужно было кое-что откладывать. Понимаете, что из этого есть возможность сделать какую-то инвестицию. Я показал практичный момент, что такое инвестирование денег. Часть денег с нашей зарплаты мы должны учиться инвестировать. Это могут быть инструменты рабочие, но в наше время, когда мы сидим в интернете, у нас есть возможность инвестировать в разные компании. В золото, в криптовалюты. Это вам решать, например. Но 20-10% было бы полезным куда-то инвестировать, чтобы обеспечить себе будущее. Не инвестируйте 80% зарплаты в одну компанию. Это очень рискованно. Я так не могу сказать. Но, например, я вижу намного мудрее 20% зарплаты, 10% даже. Разделите эту сумму и вложите в разные криптовалюты. В одну, в две, в три компании по интернету. И мы видим, как они там развиваются. Тогда риск небольшой. И вот с этих трёх компаний или трёх криптовалют вы видите, на которых у вас есть какой-то результат. Тогда вы можете больше инвестировать. То есть таким осторожным образом, но всё равно это правильно. Я тоже услышал примеры из Библии. Мне тоже стало интересным. Я не задумывался об этом. Когда был кризис, надвигался в Египте, там был Иосиф, который распоражался у фараона его имуществом, узнав о кризисе, 7 лет что он делал? Он установил закон, такой наук, 20% всех от своих этих от урожая он собирал их в хранилище. 7 лет по 20%. 20% посмотрите и это было то, что решило проблему потом кризиса и голода. 20%. обсудили, да? Сейчас еще вот такой момент, когда мы даже посмотрим, ну к примеру, у нас есть работники на рабочие, то есть у нас это 80% оно все равно есть. то есть как бы мы не кручились, всегда можно опять делать больше и больше прогресса. То есть нам не нужно удивляться, например, есть 10 работников, из них 2, они делают 80 работ, это очень часто так бывает. 2 человека, они делают больше пользы для всей компании, чем остальные. Что-то со звуком на инстаграме, я думаю, потому что звонок был и поэтому звук не включился, а я... А, не знаю, можешь выключить, включить, если хочешь, пожалуйста. Сейчас переключу. Только надо поставить на это. Так что суть такова, чтобы быть все более и более эффективным, искать этих 20%. И вы знаете, о чем я вспомнил? Если ты включишь еще, так чуть-чуть подожду, новую тему хочу открыть. Немножко. Я даже не знаю, как это включится. Не так, не так. Крещик наверху. И на живую. На живую. есть такое слово рычаг. Слово рычаг. И у нас это кто там сказал? Архимедес, да? Древний такой. Архимедес. Архимедес. Древний такой. Ну, я его лично не знаю. Редко использую это имя. Он тебе не представился лично, да? Нет, нет, нет. Мы не знакомы лично. Просто так. Но это его выражение. Просто дайте мне опору, а я смогу землю сдвинуть с места. Планету нашу. Можете представить? Ну, в чем смышь? Вот этот рычаг. То есть вы знаете, насколько вот камень, вот может быть груз огромный, тяжелый. А вы своими усилиями можете несколько сотен килограммов поднять. Вот так вы не поднимите руками. Машину не поднимите. А вот есть вот этот рычаг. Рычаг, да? И вы можете... Я прочитал рычаг. А ты рычаг, да? Говоришь? Ну, потому что недавно выяснили, что ты путаешь буквы некоторые. Так я же смотрел по интернету. Это рычаг. Хорошо. Прошу. Извините, русское У, это польское И. Поэтому иногда бывает... Ладно, я проверю потом еще, но если что, пожалуйста, простите меня. И сейчас посмотрите, как это в жизни бывает, должно быть справедливо, когда мы говорим, сколько работаешь, столько получается. То есть если бы мы поставили вот этот рычаг, то есть палку, там какую-нибудь, да? На центре, 50 на 50. То есть сколько мы нажимаем, столько поднимаем. Нажимаете силой, вот 50 кг, соответствует, столько поднимаете. Вот так это работает. А в чем мудрость? Мудрость в том, чтобы передвигать, чтобы меньшими усилиями, то есть можно 20% усилий, 80% работы выполнять. Вот этот и есть принцип. И вот этот рычаг. Да. А к сожалению, смотрите, большинство людей, знаете, как работает? Работает вот так. Нажимают, в конце, вместо того, чтобы быть эффективным, их работа приносит очень маленькие результаты. И, ну если бы вы увидели человека вот с палкой и вот эти опоры, которые так делают, вы бы смеялись. Наверное, дураком. Где такие люди бывают? Никто так не использует. то есть буквально, когда палку, да. Наверное, все умеют обслуживаться. Но по жизни, что касается работы и бизнеса, большинство людей так живут и работают. И это выгодно для этих 20%. Чтобы они не знали вот это правило. Оно не озвучивается, не применяется. В школах этому не учат. И поэтому 80% людей работают на этих богатых. Дело в том сейчас, чтобы мы немножко начали вот это правило использовать и применять так, чтобы прикладывать меньше усилий, а результатов было все больше и больше. Друзья, в чем это заключается? Когда я слышал разных по этому поводу мудрых людей, которые все делали исследования, очень важно выискать свой вид работы. Посмотреть на свой личный потенциал. Найти в себе качество, положительное, которое у меня есть. И их использовать как вот этот рычаг 20% усилий. Когда вы делаете работу, которая вам нравится. Она вам не уходит даже силы на нее. Когда вы делаете любимый вид работы. То, где у вас качества подходят. Это ваша работа. Вы делаете тогда ее хорошо, быстро и очень грамотная, качественная. Понимаете, что есть иногда механик, иногда парикмахер, певец, разные люди. Это их работа, любимая, по душе. Он делает ее высокого качества, в высоком качестве, и за это люди плачут деньги. И там достаточно двух часов работы, чтобы человек заработал нормальную зарплату. поэтому очень важно искать того, каким я являюсь инструментом. То есть каждый из нас есть полезен для общества. Только в большинстве случаев мы не знаем, чем нам нужно заняться, чтобы учиться вот так, что я могу просто два часа в час работать или 20% усилий приложить, чтобы заработать 80% своей зарплаты. И скажем, я закончил еще, что этот принцип вернется. Он сделает вам такой прыжок в жизни, и опять можно потом через некоторое время опять пытаться найти новый крючок, новый способ, как этот рычаг опять передвинуть, чтобы в новой ситуации, в новом виде работы, в новом бизнесе опять применить то же самое. То есть мы должны постоянно, когда идет время, мир меняется, думать, как этот принцип применить. Я обращу ваше внимание на разное, на общение. Один тоже человек сказал насчет семейных отношений, лучше одна жена и наслаждаться отношениями с женой, чем девять любовниц еще к этому. Много сексуальной жизни и некачественные отношения. Это в разных ситуациях, оказывается, можно все применить. Что касается качества разговора, качества учебы языка, на каждое, вы знаете, вот еще и только в заключении насчет того, как мы учимся. Поверьте, когда вы хотите выделить то, что самое важное в жизни, время, выделайте с утра, когда вы отдохнувшие. Библия говорится, что побуждается нас искать прежде духовного, прежде Божьего царства. Это не означает, что вся жизнь должна с утра до вечера быть посвящена достаточно 20% нашего времени. И когда я тоже думал об этом, вы знаете, намного больше пользы принесет учиться, вместо того, чтобы час читать какую-то книгу, которая является для меня учебником. это не книга для развлечения. Вместо часа мы не сможем столько удерживать своего внимания. Лучше 10 минут читать, 5 минут, но зато вдумчиво, с размышлением. Это лучше приносит результаты, чем, например, читать такую сложную книгу, как Библию, час подряд каждый день. Мы прочитаем, много чего мы не помним и вообще не сможем об этом поразмышлять. Это уже неплохо, но уже меньше результат получится. Да. То есть я говорю про учебу. Сейчас учеба языка лучше, чем одного дня очень много, каждого дня понемножку. Когда мы хотим этот язык учить, когда у нас есть 20 000 слов, должны выбрать, например, в этом языке 2000 слов самых важных. Или в любом новом языке найти 200 слов самых важных, которые в нем есть. Когда мы их выучим, второй вот этот рычаг 20% усилий и 80% результата, это говорить на этом языке. То есть есть люди, которые учат и учат теорию, а они 80% усилий, а только 20% результата. Люди, которые хотя бы немного слов знают, но они уже применяют, практикуются, они делают это 20%. То есть, чтобы научиться другого языка, нужно обратить внимание этих самые основные слова и начать их применять. Молодец. Молодец, да? Спасибо. Я еще интересную мышь слышал. А у нас есть время? Ну просто да, я думаю, что нам тоже нужно применять этот принцип. В интернете есть лайфхаки, например, как научиться плавать в 10 минут, или ребенка в 10 минут научить плавать. Я вот вообще мне так понравилось. Я должен сказать просто. Я вижу, что ты очень увлекся этим. Представляете себе, можно часами учить человека плавать, взрослому и проблемы и так далее. Оказывается, суть знаете в чем? Нет. В детстве, когда молодец, ребенка моют и не позволяют, чтобы на лицо капала вода. То есть, когда хотите ребенка ему уже 5-3 года, берете его в бассейн, первое, что ему научиться, чтобы он окунал голову в воду и не вытираил вот так руками. Не боялся. Не боялся. Просто открывал, просто чтобы она просто так свободно прочекала. А если родители этому учат уже с младенчества, что вода ничего не делает, она идет, попадает в глаза, но они открывают сами, не надо вытирать глаза. Они быстро потом учатся плавать, они автоматически это делают. У них нет страха перед водой. которые постоянно они переживают за свое лицо. Успортил свой макияж. Извините, это такая шутка. спасибо вам, друзья. Еще с велосипедом было, но это уже. О, это уже интересно. Позвоните, кому хочется научиться ездить на велосипеде. на велосипеде. прибыльная работа. Чему стоит учиться. Самый там, самый, самый и так далее. И вот этим просто на это посвящать свое внимание. Хорошо. Спасибо, друзья, что вы были с нами сегодня. Надеюсь, вы сделали в репосты и там, что еще вам понравилось. До следующей встречи. Мы сжимаем анонс. Мы предупредим тоже о нашем эфире. так что мы желаем вам успехов, минимум усилий и много-много-много хороших результатов. Спокойной ночи. Всего хорошего. Спасибо.